1.0.1 интернет, если вы меня смотрите, значит нас еще не заблокировали, а это хорошая новость, поэтому предлагаю не тянуть быка за рога и перейти к новостям, ради которых вы и собрались. Ладно, это очевидная ложь, все мы знаем, что вы здесь исключительно из-за моей невероятной харизмы и легкой мягкой небритости. Почему запрет на продажу игры сталкер в России правильное решение? Айфонов больше не будет. Откажется ли мировая экономика от доллара? Поскудство и мразотство Sony. На украинском ТВ призвали убивать русских детей? Извинения перед Оксимироном. Таня Поперечна уехала из России, а Николай Соболев остался. Как Константин Эрнст с Эрнстилса. Разработчики компьютерной серии Сталкер остановят продажи для россиян. Да, вы можете быть с этим не согласны, возможно, вы уже ощущаете жжение в районе пятой точки, но я считаю, что во всем виноваты геймеры. Именно они привели Путина к власти. И знаете что? Даже Ли Харви Освальд, скорее всего, стал чертовым психопатом после Hitman Absolution. И такой, а чтобы не шмальнуть по Кеннеди? Он, наверное, даже там еще усыпил кого-нибудь и переоделся в его одежду. Ну, а если серьезно, то геймеры во всем виноваты. Геймеры, вот вылазите из сети. Я, короче, знаешь, что вспомнил? Когда мне было 17 или 18 лет, мы выступали с моей группой, в которой я тогда играл на бас-гитаре. И мы, короче, пришли в клуб, и там была группа, которая пела песню, мы ее запомнили, эту песню, она у нас стала мемом, потому что песня была абсолютно идиотская. Она звучала так. Та-та-та-та-та-та. И вокалист кричит. Выйди из сети, обрети себя. И вот уже спустя 10 лет это было самое тупое. Тем более, что кричал он это. На зал, состоящий из двух зрителей, из двух слушателей всего. Ну а если серьезно, на что рассчитаны санкции? Они рассчитаны на то, что какие-то люди потеряют какие-то преференции за счет этих санкций и возьмут и свергнут Путина. Но геймеры, серьезно, типа чуваки не поиграют в компьютерную игру, ну все, берегись режим. О да, все геймеры выйдут на митинг в метавселенной. Чем больше санкций с каждым днем, тем больше все это походит на какую-то акцию солидарности, типа ты не отменил русских в своем приложении? Ты не модный. Внезапно вся Россия поняла, каково было Джонни Деппл. Понятно, идем дальше, следующая новость. Многие уже же предзаказали Сталкер 2. Вот интересно, что они с этими людьми будут делать? Вернуть деньги, может быть? Сталкер кто разрабатывает? Украинцы. Правильно, украинцы все деньги пускают на борьбу. Макс Барских тебе объяснил. Е-каталог тебе объяснил. Е-каталог сервис, который занимался подборкой товаров, тоже ушли из России. Всех послали нахер, то есть, ну, люди им писали, а где наши деньги, там у меня деньги лежат, или мы там вам рекламу сделали. Они пойдут на борьбу с вашим режимом, потому что вы виноваты, мы у вас эти деньги экспроприируем, потому что вы Путина к власти привели. Лети Шопс. Кстати, та же самая история, и мне начали тоже в комментариях писать предъяву, типа, Стас, а почему ты не освещаешь, что Лети Шопс кинули тоже на деньги? Ну, во-первых, я это освещал, и где-то я это точно обговаривал, и даже если не обговаривал, да, есть за мной косяк, я их рекламировал, сейчас они кинули людей на деньги. У меня тоже остались деньги от Лети Шопс, потому что я ими пользовался, но другой момент, я их рекламировал больше 6 лет назад. Хотя, с другой стороны, типа, чувак, который МММ рекламировал его тоже, ну, помнишь, вот этот вот в шубе там стоял, забыл, как его зовут. Ребят, если с кем-то такое получилось, извините, но тут не то, что я какой-то плохой сервис рекламировал. Сервис-то был хороший, я и сам пользовался, но... Кстати, кто сколько денег потерял у Лети Шопс, напишите, пожалуйста, я где-то 3 тысячи с половиной рублей. Но вопрос в том, что это же очень тупо, наоборот, не отменяйте, принимайте дальше заказы у российских игроков, и в начале игры в заставке поставьте какой-нибудь флаг Украины, там, пока ты играешь в эту игру. Так тут нужно именно показать, что, типа, они такие, да всё они будут продавать, потом они всё продадут. Пока ты играешь в эту игру, злая власть разжигает войну, игру запрещают на территории РФ какие-нибудь государственные органы, и всё, нашу игру запретили, там, как-то что-нибудь такое ещё развить. По-моему, круче было бы, чтобы и деньги получить дальше. Да, но я думаю, что они сейчас вот этот жест сделают, а потом, в конце концов, выпустят, и ещё там какую-нибудь повесточку запихнут, которая там и так была. Ты знаешь, да, что сталкивают, да, там какое-то стихотворение, забыл, какого поэта было, но оно такое антироссийское. На самом деле, вот это вот противостояние между Россией, типа, и Украиной, ну, оно достаточно давно происходит, во всяком случае, в интернете. Поэтесса была, которая там, вы нам не братья, ну, что, типа, русские, они, короче, свиньи, а украинцы, это благородный народ и прочее. То есть, ну, это продолжается уже очень-очень много лет, и именно поэтому, мне кажется, сейчас, во всяком случае, в России очень многие, как бы, возмущены, потому что на протяжении последних восьми лет Украина кричала, что у нас с ними идёт война, когда начались реальные военные действия, извините, военная спецоперация, что-то как-то был-то паутих. Ну, самое главное игровое издательство, это Activision, получается. Remember, no Russians. Не знаешь эту миссию, которую запретили, где ты мирных русских обстреливаешь? В какой-то колде была. Очень там, какой-то большой скандал был, её запретили, её вырезали из российского издания. Слушай, колда, это вообще одна специальная, это одна вот просто пропаганда, потому что даже вот эту вот миссию там, в пустыне, они все свои спецоперации, всё, что они делали, они приписывают нам всегда. Всё, что Америка когда-либо делала, в компьютерных играх и фильмах, это делают русские. За примером ходить далеко не надо, смотрим тот же самый Рэмбо, по-моему, это третий или четвёртый был. Они там, собственно говоря, рассказывают, что коммунисты детям игрушки кладут, эти, взрывчатку кладут в игрушки. Какого хрена американские дети появятся во Вьетнаме? Что они там вообще могли делать? Или коммунисты клали игрушки для вьетнамских детей? Нахрена? Это, знаете, как один мой знакомый, к нему очень сильно приставал чувак, типа проходу ему не давал, он из-за этого себе резал вены. Я типа такой, чувак, нахрена ты себя режешь? Ты вообще на чьей стороне? Ты этим помогаешь ему только. Вот то же самое и с американцами. Да, Джимми Карр никогда не помешает. Но во многом из-за таких игр и произведений популярной культуры, да, мы сейчас и проигрываем эту так называемую информационную войну, потому что у нас, ну, нам нечем крыть. Ты играешь с чуваком, у которого только козыри, который он собирал последние, ну, не знаю, лет сорок, и ты такой, ага, я закидаю, да давай, может, переводного? Samsung Pay заявил, что продолжает работать в России. Спасибо компании Samsung, мы этого не забудем, больше не буду вас настолько жестко засирать, вы молодцы. В Москве учителей и классных руководителей собрали для лекций от Маргарина Симоньян. Маргарина, да. Маргарина, у-о-о. Маргарита Симоньян, разумеется, глава канала РТ, одна из главных пропагандисток российских, и вы знаете что, я не вижу смысла возмущаться по этому поводу. Боже, Стас, ты такой безжалостный, ты такая мразь. Ребят, я вам скажу честно, считаю ли я, что дети должны быть подвержены пропаганде? Я, если честно, не знаю, как ответить на этот вопрос. Абсолютно любая историческая литература, это всегда пропаганда, потому что историю, как известно, пишут победители, поэтому в американских школах преподается, что Америка чуть ли не в одиночке выиграла Вторую мировую войну, в российских учебниках тоже пишут разную чушь, в украинских учебниках тоже было множество как бы негодований, что у них Бандеры это народный герой, это по факту фашист, который людей просто убивал, причем с особой жестокостью. Я не знаю, дети и так с юных лет в пропаганде, но я, как человек, который занимался разбором пропагандистов, например, Яна Топлеса, ну почему никто так не возмущался, когда его в школах показывали, а сейчас там Симоньян? Короче, смиритесь, детям хана, они в любом случае жертвы пропаганды. Вопрос в том, с чьей стороны эта пропаганда будет направлена. Мое личное мнение, все учителя, которые вообще в принципе на уроках показывают любого рода видеоролики, будь то блогер с Ютьюба или кто-либо другой, должны быть уволены без возможности восстановления, и вообще запрещено в школах транслировать такой вот видеоконтент. С другой стороны, есть контент и обучающий. Короче, я правда не знаю, что по этому поводу сказать. Дети будут использоваться абсолютно всеми. Они будут использоваться и властью, которая выгонит их, чтобы они пели «Владимир Путин молодец», при этом шагали стройными рядами и рассказывали о том, что вот, мы патриоты, мы вырастим все, мы хотим быть президентами, потому что у нас самая лучшая страна на свете, и в то же самое время у нас есть адепты Навального по 10-11 лет, которые на митинг выходят. Ну короче, детям хана, в любом случае. Ну, кстати, столько комментариев, то, что ты кремлебот, то, что хапнул денег Кремля, Стас, наконец-то. Слушай, ну это классика, потому что когда я только гаджеты обозревал, кстати, об обзорах гаджетов мы сегодня тоже поговорим, мне писали, ну тебе те это заплатили, вот была куча идиотов, которые думали, что мне Эппл платят, да? Ну вот я не знаю, кстати, почему это так работает, я же выступаю и против власти, и против, собственно говоря, оппозиции, потому что я считаю, что это, ну, примерно одинаково. Но с другой стороны, ребят, если мы говорим с вами о пропаганде, то абсолютно все пропаганда. Пропагандист ли я? Да, безусловно, я пропагандист тех ценностей, которые я считаю правильными. Я пропагандист марксистских идей. Платит ли мне кто-то за это? Нет. Но пропагандирую я их? Да, я, очевидно, их пропагандирую, потому что я в это светло верю, потому что я уверен, что именно это нас может, единственный способ, который приведет нас к счастливому будущему, которое, в принципе, в теории возможно. Мы с вами испробовали уже огромное количество подходов, и всегда этот чертов капитализм заканчивается войной. Войной, как всегда, империалистической. Поэтому я считаю своим святым долгом высказывать свое мнение, приправляю всякими шутками, прибаутками. Если что, вы же знаете, заходите в описание, и там будет написано «Новость про Симонян на правах рекламы». Мы же всегда помечаем. Что ты, черт подери, такой несешь? Леруа Мерлен. К расширению ассортимента готов. Леруа Мерлен – это строительный магазин, сеть строительных магазинов. Там я периодически что-то покупал, и большая часть всего, что вы можете увидеть в моей студии, конечно, вы же ни хрена не видите, у вас же только камера. Ваш обзор, он сильно огромен. Вот я вижу, ребятки, я тут такое вижу, такие и полки красивые, и стильные. Ой, сколько у меня здесь всего. Все покупалось исключительно в Икеа и в Леруа Мерлене. Но Икеа, как мы знаем, с территории России не уходит, но при этом испытывает давление зарубежных партнеров, поэтому в период военной спецоперации в Украине они должны сказать, что приостанавливают деятельность на территории Российской Федерации. И окей, мы им поверим. Икеа, пожалуйста, ну только не уходи, ну только не Икеа. Забирайте, мать родную, только Икею не трогайте, умоляю. В то же самое время, Леруа Мерлен, это французы, по совету Макрона сказали, что они не будут уходить из России, и более того, они даже деятельность приостанавливать не будут. И сейчас они сказали, что, коли уж некоторые ребятки, да, оби, мы про вас сейчас говорим, решили покинуть российский рынок, не переживайте, россияне, ниша пустовать ни в коем случае не будет, а мы сейчас забабахаем, расширим ассортимент, заменим, будет даже лучше, чем было. Так что можно быть спокойным. Не все еще бренды уходят из России. Цены? Это уже другой вопрос. Поживем, увидим. Хотя и на этом поприще есть позитивные новости, но обо всем по порядку. АвтоВАЗ уйдет в корпоративный отпуск на 20 дней из-за отсутствия поставок. Непонятно, что со всем этим делать, да? То есть у нас есть разные области, в которых импортозамещение более-менее работает. Ну, с процессорами выживем, справимся как-нибудь. Ну, с продуктами, ну, окей, как-нибудь тоже выживем, справимся. Это не самое страшное. А вот автомобильная промышленность, это уже действительно большая проблема. Потому что за все эти годы импортозамещения, и мы с вами пришли к тому, что мы ничего не можем импортозаместить в автомобилестроении. Я не буду даже говорить о том, что мы не разрабатывали с вами электронику. Последние 20 лет, вот поправьте меня, автомобилисты, потому что сам я ни разу в жизни даже за рулем не сидел. Но вот насколько я понимаю, главное сейчас в автомобилях, это всякие электронные новшества. То есть, последние 20-30 лет автомобилестроение развивается только по пути всяких автопилотов, по пути всяких, ну, дополнительных опций, которые, опять же, работают только с напичкованием машины всякой электроники, да. То есть, опять же, вот компьютеры ваши, смартфоны, только чуть-чуть в других габаритах берут и вставляют в автомобили. Поэтому автомобили становятся настолько высокотехнологичными, появляются всякие Теслы со всякими автопилотами и прочее. И вот на этом поприще Россия абсолютно ничего не делала. Но даже если бы не это было проблемой, вы нам дайте автоваз, дайте нам нормальные машины по нормальной цене, мы хотя бы худо-бедно ездить сможем. Но сейчас этого произвести не можем. А сразу же вспоминается Советский Союз. Вот ты знаешь, Березовский с чего начинал, допустим, в Советском Союзе? Была такая программа экспорта автомобилей. То есть, у нас в России, в Советской еще России, автомобили, там, допустим, Жигули какие-нибудь продавались по одной цене. А в Штаты или в любую другую страну, ты мог продавать их дешевле себестоимости. То есть, для того, чтобы расширять российский автопром. Но, как бы, Березовский... Блин, Березовский. Да, по-моему, Березовский это был. Короче, вот он как делал? Он брал просто, оформлял, как будто бы за рубеж продает, а сам продавал на территории России. Таким образом, зарабатывая деньги. Это к вопросу об импортозамещении, потому что я не знаю, вот автоваз, я за ним буду пристально следить. Я, честно говоря, ну, не знаю, чем это, в принципе, даже может закончиться. И смогут ли в конечном итоге наши ребята производить все от начала до конца. Потому что у нас были специалисты. У нас была мощнейшая школа. Но в какой-то момент наше государство сказало, ребятки, мы теперь со штатами работаем. Мы теперь сырьевой придаток. Нам ничего своего не нужно. Давайте мы будем делать. Нам готовые запчасти будут приводить. А вы просто будете вот так вот все это прикручивать. Сами мы производить ничего не будем. В итоге потеряны производство, потеряны кадры. Короче, за автовазом я в ближайшее время буду следить пристально. Я не представляю, как из этой жопы технологической, в принципе, можно выбраться. Заводы в Китае закрываются из-за ковида. Дефицит усилится. Я не понимаю китайцев. Честно, в наше время абсолютно всем уже плевать на ковид. В России отменили масочный режим, на секундочку. Маски, за которые до нас докапывались в любом торговом центре. Несмотря на то, что они вообще нам их не нужны. В конечном итоге взяли и отменили. И хотя все говорят, китайцы уже побороли ковид. Они целые больницы строили, возводили буквально за несколько дней. Они все там, точнейший локдаун. Абсолютно все огорожено. Целые города в карантине. И они вроде как победили ковид. А нет, опять начинается какая-то вспышка. И сейчас одними из первых пострадают заводы. В том числе и Факскон. Факскон. Если кто-то из вас вдруг каким-то чудом не в курсе, но все равно подписан на мой канал. Это крупнейшие производители, которые собирают большую часть айфонов. Им уже привозят, и они дособирают все эти айфоны. Факскон это серьезнейшая компания. И она занимается производством не только айфонов. Эппл это просто их крупнейший клиент. Я вам для примера сказал. Мы с вами находимся на этапе полнейшей жопы. Логистика дорожает, следовательно покупать будут меньше. Поставок будет меньше, потому что сейчас закрываются многие китайские фабрики. А все это по-прежнему собирается в Китае. Тут кто-то мне возразит. Стас, но ведь айфон теперь собирается и в Индии. Нет, друзья мои. В Индии он дособирается и то не самые топовые модели. Потому что индийских квалифицированных кадров пока что нет. Индусы пока что не очень умеют все это дело собирать. Так что вследствие закрытия всех этих фабрик, дефицит только усилится. Все подорожает. Бензин подорожал, нефть подорожал, логистика и жопа наступает полнейшая для всего мира. Впрочем, я могу об этом говорить сколь угодно много и сколь угодно долго. Последствия всех этих невероятных и неприятнейших событий мы с вами ощутим буквально через пару-тройку месяцев. А пока что можно обсуждать блокировку Инстаграма и надвигающуюся блокировку Ютьюба. Серьезные проблемы, они где-то там. Они потом будут. Россия не увидит гей-версию Лебединого озера. Серьезно? Вы думаете, что после того, как заблокировали канал Соловьева, нас вообще это волнует? Боже, храни канал Никита Сергеевича Михалкова Бесогон ТВ. Пусть никто в Ютьюбе дальше не знает, что он спонсируется в ЭГТРК. Это притча о боге на войне. Чем больше вот некоторые реплики, чем чаще, чем дольше ты их слушаешь, тем... Это... Это притча о боге на войне. Господи, Никита Сергеевич. Ашан и другие французские компании останутся в России. И не сомневайтесь, Икеа тоже останется, несмотря на то, что Икеа это Швеция. Да, они вроде как, я и говорил, приостановили деятельность, но такие... Да-да-да-да, пацаны, да, мы уйдем. Если в конечном итоге Икеа не сможет под своим официальным названием существовать, они просто возьмут и сменят имя просто. Как сделает и большинство производителей. То есть поймите, сейчас это пока что не уход брендов, это в ожидательные позиции. С другой стороны, если уйдет Макдональдс, для меня эпоха капитализма, она в принципе началась с Макдональдса. Вот я когда был маленьким, блин, вот никто сейчас не поймет, потому что вот реально уже поколение зрителей сменилось. Но ты тоже вот не поймешь. Но когда я был маленький, я помню, мы с мамой гуляли по Москве. И мы гуляли, и вот они такие, ой, а здесь же недалеко Макдональдс открыли. Это был второй Макдональдс в России, или третий. И мы, короче, пришли и пошли к этому Макдональдсу. Мы стояли, очередь, это было где-то близко к центру Москвы. Им очередь отстояли больше трех с половиной часов, чтобы купить по гамбургеру и по Кока-Коле. Хотя Кока-Кола в свободном магазине продавалась. Но вот эта вот Кока-Кола, символ Америки, процветающей. В стакане Макдональдс, это уже другое. Мы тогда были уверены, что она даже вкуснее у нее. Типа вкус другой, хотя по факту она, да, действительно отличается. Но это из-за того, что там сироп этот льется и прочее. Ну, по-другому чуть делается. Чем Кока-Кола, которая заранее разливная. Ну, короче, мы такие, типа, блин, кайф, вот это вот кайф. Тогда мы начали понимать, что такое бургеры. Что такое приятнейший американский образ жизни. Поэтому то, что Макдональдс сейчас уходит вроде как из России. Вот, ну, в их уход я, например, верю. Потому что Макдональдс не может остаться. Это все-таки такой символ капитализма. Это прям вот, ну, я не знаю, может быть у меня просто такое видение. Но не переживайте, такие бренды, как Икеа, они просто сменят название. Может быть, сменят там бенефицаров, что угодно сделают. Но продолжат, как из рога изобилия, на нас слиться все возможные блага. Потому что, как я и говорил, Европа сейчас тоже не знает, что делать. Она находится абсолютно в подвешенном состоянии. Весь 2022 год или, возможно, даже следующие несколько лет я планирую назвать пятилеткой эквилибристики. Потому что приходится очень сильно балансировать. Приходится вот так вот находить как-то. С одной стороны, Макрон, он не может сказать французским брендам, да, да, уходите, пофигу на эту Россию, мы против кровавого диктатора Путина. Потому что, если он это говорит, эти бренды теряют деньги. Причем деньги очень большие. Я думаю, вы представляете, сколько они зарабатывают в экономике целой страны, которая прям сырьевой придаток с максимально открытым для иностранных компаний рынками, из которых можно просто сосать этот живительный субстрат в виде грязной зеленой бумажки. Если Макрон скажет французским компаниям, уходите, французские компании перестанут высасывать деньги из российской экономики во французскую экономику. Как следствие, экономика французская станет чувствовать себя хуже, но не критично. Это еще можно пережить. А вот ухудшение взаимоотношений с Россией по части нефти, это подорожание бензина, подорожание отопления, всего, что газ дает. Проще говоря, подорожание всего. Европейцы уже взвыли от тех невероятных счетов, которым начали приходить в последние несколько недель. А еще экономика пострадает. И это все ради чего? Ради того, чтобы дальше находиться под протекцией Соединенных Штатов, под протекцией которой они оказались после Второй мировой войны, получив от МВФ большое количество денег, Международный валютный фонд им дал денег за то, что те разместили у себя военные базы американские, и тем самым полностью расписались в полной абсолютной военной беспомощности, сказали, забирайте, дайте нас как угодно, главное, платите нам иногда деньги, чтобы люди себя чувствовали хорошо. И здесь важно, ребят, очень важно понимать, как это работает. Почему французы приняли деньги? Потому что французы находились в достаточно тяжелой экономической ситуации, особенно после войны, как и Британия, как и все остальные европейские страны. И когда пришла добрая Америка, они, конечно, могли сказать, да идите вы куда подальше, нам ваши деньги не нужны. Но они-то не идиоты, которые думают, что вот никогда ЦРУ ничего на территории другой страны не делали. Нет, они понимают. Ты вот находишься у власти, ты какой-то гипотетический Макрон, там, Шарль де Голь, неважно, ты находишься у власти, и ты такой, так, у меня плохой экономический уровень, все на меня нападают, если я сейчас не улучшу экономику, то люди от меня просто отвернутся и меня не выберут на следующий срок, еще меня будут ненавидеть. В то же самое время, если я беру деньги от Соединенных Штатов Америки, экономика налаживается, потому что Международный Валютный Фонд в нас бахивает деньги, люди довольны, все хорошо, военные базы мы размещаем, возмущается какая-то маленькая когорта людей, потому что все неприятные последствия, которые эти базы несут для нашей страны, они будут когда-нибудь потом, это будет когда-нибудь позже, зато сейчас экономика, понимаете, это краткосрочные меры, но политик, он должен вот так вот балансировать, чтобы все не становилось хуже. И все, экономика растет, вроде бы народ доволен, выбирают меня на следующий срок, все хорошо, потому что у нас демократия. И в то же самое время я с Америкой не поссорился, ведь если я буду ссориться с Америкой, они начнут оппозиционным кандидатам закидывать деньги, потому что если ты лично не берешь у Америки деньги для роста экономики и размещения военных баз взамен, то эти деньги возьмет кто-нибудь другой, который потом еще расскажет, что его новичком какими-нибудь отравили, да? Да и чего возмущаться-то вообще, это же все-таки самая сильная в мире страна. А потом у России начинается военная спецоперация в Украине, и ты такой, а Америка-то как бы хочет, чтобы мы вот бренды все ушли? Если бренды уйдут, экономике будет плохо, у Америки сейчас тоже как бы не очень дела, они нам денег не подкинут, и меня как бы народ уничтожит, сейчас цены выросли, еще экономика упадет, если я бренды отзову. И каждая страна сейчас занимается принятием этих мер, да? Хотя я удивлен, что после Brexit Великобритания такая воинственная, они там что, опиума обкурились? Короче, я бы не хотел, чтобы вы были излишне позитивны, мол, да все, как хорошо, вот Стас сказал, никакие бренды не уйдут. Нет, уйдут, и очень многие. Просто сейчас мир перестает быть однополярным, и компании, вот эти вот международные компании, да, которые мы называем словом государство, они внезапно выбирают себе сторонников и начинают делить этот мир. Поймите, вот опять же, вот многие мне говорят, ты типа там предписываешь, ты рад, что у нас начинается конфликт с Америкой? Да, я рад, потому что все эти годы мы находились в подвешенном состоянии, и сейчас то, что должно было разрешиться еще давно, наконец-то разрешится. Вот эта вот заморозка, вот это вот встраивание в капиталистическую систему, оно наконец-то остановилось, оно прекратилось. Мы с вами идем по тому пути развития, который должен был быть уже совсем давным-давно. Правда, у другой страны, которая начала зачем-то внедрять капиталистические рыночные реформы, и в итоге этим же самым капитализмом и была сражена на повал. Но тут другое, поймите, страны будут присоединяться к России не потому, что Путин наше достояние, он самый крутой, мы за Путина, и не потому, что мы русские. Нет, они будут присоединяться, потому что в этом противостоянии они сейчас должны делать ставку. В какой они стране? Они примут сторону США и могут потом проиграть, или они примут сторону России и могут проиграть. И плюс этой ситуации для каждой отдельно взятой страны, что они могут при этом и выиграть. Например, они уже видят падение вот этой самой империи США и такие, так, сейчас власть меняется, сейчас мне выгоднее работать с другой страной. И именно поэтому сейчас идет обсуждение по поводу того, чтобы еще одна страна, о которой я расскажу в дальнейшем, тоже расплачивалась с Китаем в юане. Это, друзья мои, падение доллара. Ну, а постараюсь обо всем по порядку. Вот эта дурацкая привычка. У меня 20 новостей, но все эти новости я вот так вот синтезирую в общую одну какую-то и могу выдавать очень-очень много, очень-очень долго. Но по факту новостей очень много и по поводу юаня и всего остального. Короче, давайте дальше пойдем. Очень у многих вызывает негативную реакцию. Дело даже не в том, что пишут в комментариях. В комментариях-то обычно пишут какую-нибудь чушь, которую я даже не читаю. Но многие мои друзья даже мне начали писать по поводу отрыжек в выпусках, по поводу моих всяких словосочетаний, типа пойду поссать. Макс Горшинин написал, он думал, что, говорит, Стас, тебя монтажер-то подставляет, смотрю, он отрыжки оставляет и прочее. Говорю, Максон, это тот выпуск, который мне пришлось самому монтировать. Ребят, вот эти вот отрыжки и всякие нелепости я оставляю для того, чтобы как-то разбавить атмосферу. Мы здесь всякую заумную чушь обсуждаем, а многие люди начинают меня считать очень умным. А я вот единственная роль, которую я реально боюсь на Ютьюбе, это роль какого-то интеллектуала. Во-первых, потому что я, вы не поверите, это безумно важно, но я не интеллектуал. Да ты что! Во-вторых, потому что интеллектуалы и того, кто себя позиционирует как, ребятки, я Илюха Варламов, мы каждый факт проверяем. Кстати, самое честное, самое как бы правильное СМИ, ему потом попадает, потому что, когда тебя начинают разбирать, оказывается, что ты обоссался в куче фактов и обосрался. А я во многих фактах обсираюсь, потому что где-то что-то недопроверил, где-то что-то ты забыл. И тут вы скажете, подожди, ну а зачем тогда вообще что-то снимать? Ребят, вопрос в позиционировании. Я снимаю просто болтологию, которая отвлекает вас, она смотрится на фоне как подкаст, поэтому я даже с видеорядом не парюсь. Я не перепроверяю по 10 тысяч раз разные новости, я нихрена вообще не делаю. Я нахожу новость какую-то, могу вообще даже ее не обсуждать, а просто пошутить. Это исключительно развлекательный контент. Когда я делаю что-то серьезное, я делаю это со сценарием, я проверяю, вы можете посмотреть любой из обзоров на канале Стас, вы можете посмотреть любой из моих роликов из рубрики «Вперед ногами», где я разбираю ложь других людей, и там я должен быть максимально как бы честен, я должен быть максимально правилен. Именно поэтому там проверяются и перепроверяются все факты, что тоже на самом деле не уберегает от ошибок. Где-то неправильно понял, где-то не перепроверил через третий первоисточник, первоисточник, первоисточнику рознь, как говорится. Короче, я просто оставляю всякую эту нелепость, чтобы ко мне не было слишком серьезного отношения и меня не воспринимали как авторитета. Поэтому извините, но отрыжки и какую-нибудь чушь я как нес, так и буду продолжать нести, потому что я трус, который даже к своим 32-м, уже скоро 33-м годам боится на себя брать ответственность и вести каких-то людей за собой. Поэтому вот моя стезя это развлечение, шутки юмора и как бы все. Окей, давайте на этом с вами договоримся, чтобы вы больше не удивлялись. Поэтому будут отрыжки. Если бы я умел пердеть, я бы пердел в кадре. Правда говорю, не умею пердеть. Вот реально, у меня есть такая черта, ну я не умею, прям вот реально. У меня, короче, в лагере в детском энергетик назывался, в Анапе, у нас там был чувак, который мог пропукивать слова. Новости, которые мы заслужили. Да. Обновление Телеграм, менеджер загрузок, видеотрансляции и другие функции. Я очень рад Павлу Дурову, я очень рад, что у него увеличилась аудитория. На Телеграм на мой за буквально получается 6 или 7 дней больше 100 тысяч человек подписалось. Ну потому что люди понимают, раньше люди такие, а зачем рыпаться, а как бы блокировка, ну будет и будет там. А сейчас, когда угроза блокировки, они такие, так, это черт, это наш черт, мы не хотим его терять, подпишусь-ка я на его Телеграм-канал, Стас бомбит, кстати. Ну и Павел Дуров не был бы Павлом Дуровым, если бы не сел на бутылку. Нет, а я шучу. Извините, вот у меня, знаете, у меня синдром Турета как будто бы, но только в какой-то другой ипостаси, когда вот я что-то говорю, серьезно-серьезно, я хочу им вставить, типа на бутылку сел, типа обосрался, что-то такое, я не могу себя контролировать, извините, это сильнее меня. Так вот, Павел Дуров не был бы Павлом Дуровым, если бы он, короче, не сделал бы всякие обновления, которые теперь нужны. Я уже рассказывал, как когда-то Павел Дуров дал нам бесплатную музыку, но оказалось, что всякими сервисами пользоваться удобнее. Но сейчас, когда Sony Music ушла из России, и у нас с вами ситуация, когда не все релизы англоязычных исполнителей теперь будут появляться в Яндекс.Музыке, в Spotify отключили премиум, то есть сейчас нельзя в Spotify оплатить себе подписку премиум, да, и слушать музыку без рекламы. И ты такой, так, а помните, Стас, я как просто года три назад снимал видео о том, что Павел Дуров опять дал нам бесплатную музыку, так теперь Павел Дуров дал нам и видеотрансляции еще. Я уже посмотрел соловьемы, соловьем в стриме в Телеграме. Вот поправьте меня, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Реально, я вот это вот почитаю. Но я не могу психологически воспринимать Телеграм как что-то для видеотрансляции, как что-то для просмотра видеоконтента. Но вот не могу я. Знаете почему? Потому что не допускаю я, что я буду сидеть и там что-то смотреть, а мне в этот момент будут сообщения приходить, и я не смогу Телеграм открыть. Понимаете, в чем проблема? Я настолько уже изувеченный этой цифровой эпохой изобилующей контентом индивид, что мне недостаточно просто смотреть видео. Если я смотрю видео, и даже если это сериал, я буду смотреть его на скорости 2х, и при этом еще сидеть в Телеграме с кем-нибудь общаться, потому что мне нужен интертеймент во время интертеймента. И иногда я ощущаю, что у этого недостаточно. Мне хочется интертеймент во время интертеймента, когда я получаю интертеймент. Понимаете, вот это вот просто. И сама по себе мысль, что я не смогу сидеть в Телеграме, смотреть при этом видеоролик и отвечать кому-то на сообщения, мне просто омерзительно. Я не готов этого принять. Либо Павел Дуров, ты решаешь эту проблему какими угодно способами, либо лучше Рутуб, извини. Но все остальные обновления Телеграма типа менеджера загрузок они как бы кайфовы. Но ради стрима Соловьева можно потерпеть эти все неудобства, я считаю. Нет, нет. Wall Street Journal. Саудовская Аравия обсуждает оплату поставок нефти в Китай в юанях. Да, Саудовская Аравия, на которую уповали Соединенные Штаты Америки после того, как лишились короче, ты кстати знаешь вот эту вот историю? Я просто офигел! Джо Байден просит селебрити всяких лидеров мнений и там им даже за это бабки они бензина Путина, типа надо на эту тему ТикТоки там снимать и прочее. Но, ребят, это не пропаганда, пропаганда она только в Мордоровской Рашке, да, когда у нас что-то там делают. Мне сейчас скажут, так ты же сам разоблачал пропагандистов кучу раз. Важный нюанс, я разоблачал не пропагандистов, мне абсолютно на них плевать. Если человек, допустим, поддерживает российскую власть, пусть он делает рекламу, даже как бы получая за это деньги, если это не противоречит его взглядам. Но когда сегодня он вас на митинг вызывает я считаю проблемой. То есть, понимаете, проблема в противоречии. Короче, сейчас Саудовская Аравия, на поддержку которой уповали Соединенные Штаты, рассматривает возможность рассчитываться с Китаем в юанях. А это просто крушение мирового порядка. Вот это доллар, доллар, грязная зеленая бумажка. Он уже постепенно может выйти из употребления настолько обширным, насколько мы его знаем. Ребят, мы можем еще проиграть, если мы проиграем эту битву за юань, да, опять же, почему я переживаю за юань? Потому что, я объясняю, должны пойти закономерные процессы, которые остановило строительство, там, контрреволюция, называйте, как хотите, в 91-м году, захват власть. Я считаю, что Ельцин, в принципе, захватил власть незаконным способом. Но ладно, ладно, демократическое государство строили, но не построили как-то. Все это должно разрешиться. И я, как русский человек, молюсь, чтобы все сейчас было с юанью нормально, чтобы мы торговали с юанью, с Китаем в юанях, чтобы Индия торговала с Китаем в юанях, и страны к этому подключались. Не потому, что я ненавижу Америку и люблю Китай, не потому, что я коммунист или там фашист или как угодно меня назовите. Просто потому, что тогда у нас хотя бы на китайские товары будут нормальные цены. Я надеюсь, потому что наши ресурсы Китаю тоже нужны. Ну, короче, если будет доллар, это будет жопа. Кроме того, тогда и курс доллара будет падать, и рубль будет укрепляться хотя бы немного. И, возможно, мы даже как-то будем хорошо жить. Но, поймите, я оптимист. Чтобы у вас была полнота картины, я вам настоятельно рекомендую посмотреть предпоследнее видео на момент записи моего видео на канале «Простые числа». Это великолепный Олег Камолов. У него прогнозы намного более неутешительные, чем у меня. Он считает, что все будет очень и очень плохо. Я склонен с ним согласиться, но я не могу. Я все-таки оптимист. Да, я знаю, что все будет плохо, но верить-то хочется в лучшее. Поэтому давайте Саудовская Аравия. Может быть, каким-то чудом Олег ошибется в своем прогнозе касательно финансов. Конечно, если честно, все-таки профессиональный экономист и черт с интернета. Но давайте будем как бы... Иногда верить этого достаточно. YouTube заблокировал телеканал «Спас». Иногда верить этого недостаточно. Не является ли блокировка богоугодного канала доказательством правильности атеизма? Я бы в этот момент задумался. Я вот помню, как я перестал верить в Бога. Мне было лет 12. Правда, потом я опять веровал. Но мне было, короче, лет 12. И происходило рядом со мной просто бесчинство. Хотя про отца-то можно рассказать? Его уже нет в живых. И, короче, к нам приходили люди, которым он должен был денег, потому что он был бизнесменом вот из этих лихих 90-х. Его, короче, пытали. Прижигали утюгом пятки. Я, типа, пытался выбраться, короче, из комнаты, а там дядька такой «Мой малый, не лезь!» И я такой «Вот, Бога нет!» И я выбросил крестик в окно с 11-го этажа. Еще когда я в городе Красногорске жил, потому что я такой «Как такое может быть?» Все, типа, нет. Потому что там человека убивают. Я думал, что там все будет намного печальнее. Ну, короче, на месте руководителя канала «Спас» я бы тоже задумался, как мог Бог это позволить. Я надеюсь, меня не сломают за это. Я тоже надеюсь. Это, если что, просто шутка. Ютуб... Не, если по факту, по факту, да, Ютуб совсем охренел. Но я не удивлю, он уже всех блокирует. Но у меня вопрос. Почему до сих пор цел канал Никиты Сергеевича Михалкова? Может быть, он слишком хорош даже для Ютуба? Ютуб! Ку-ку! Это про сегодня разговор! Это притча о Боге на войне. Япония лишила Россию статуса страны, на которую распространяется режим наибольшего благопрепятствования в торговле, заявил японский премьер-министр. Девочка с севера... Понятна шутка? Нет. Группа премьер-министр, у них песня была «Девочка с севера». Ах ты, темнота. А вот это, на самом деле, хорошая новость. Мы не продадим курилы. А вообще, я думаю, что в толковом словаре рядом со словосочетанием «Стокгольмский синдром». Стоит вот такую вот небольшую фоточку Японии разместить. Ну, так, для иллюстрации. Кстати, о Стокгольмском синдроме. В прошлом выпуске я говорил о боксе Мироне, и я бы хотел извиниться. Он еще в первом своем видео сказал, что он вернет деньги за концерты, которые переносятся на неопределенный срок. Всем желаю. Здесь я Мирон Янович оболгал, приношу свои извинения. Ну, я же не говноед, чтобы это смотреть. Потом ты, конечно, посмотрел, но как бы уже, когда поздно было. И вот уже на следующий день записав новостной ролик, который уже практически был смонтирован, я задумался, подожди. Стас, тебя уличили в твоей ошибке, что ты не перепроверил по поводу Мирона Яновича. Но в данном случае, когда я озвучивал, что никому деньги за концерт не вернут, я полагался на, ну, скажем так, житейскую мудрость, потому что обычно никто никогда не возвращает. И когда мне написали об этом в комментарии, я сразу же этот комментарий закрепил, потому что мне не хотелось оклеветать человека, тем более Оксимирону, да, как бы кто мы, а кто Оксимирон. Я такой, ну, окей, значит, извинюсь в следующем выпуске. И извинился. А потом сижу и думаю, подожди, то есть Оксимирон действительно не такой, как все окружающие, то есть он действительно не шкурный интерес преследует и вернет деньги всем, кто покупал билеты на его концерты. Я такой, типа, ну, молодец, Мирон Янович, уважение, и решил удостовериться в этом. На всякий случай. Ну, признаю свою ошибку, но вот как-то все-таки не верится, да, слишком хорошо, чтобы быть правдой. Перехожу я в паблик, точнее, во встречу во Вконтакте, посвященную этому концерту, и вижу там комментарии недовольных людей, которые, несмотря на то, что Мирон лично пообещал возврат денег, ну, как бы жалуется, что им деньги за билеты не возвращают. Я такой, окей, я не буду верить на слово, решил написать им лично, и они мне скинули подтверждение. Вот, например, письмо организаторов одному из людей. Ну, то есть, Мирон-то он пообещает, и Мирон, он вроде бы не виноват. Короче, ладно, ребят, я ошибся, но я ошибся вчера, когда в комментарии поспешил признать свою неправоту. Это вот, кстати, у меня постоянно синдром, кто-то улечит меня в какой-то неточности, и я такой, все, извиняюсь, извиняюсь, но по факту, прежде чем извиняться, надо реально перепроверить. Ну, это вот, когда тобой заводевают эмоции, а Мирон Янович, ну, не, ну, красавчик. У него, кстати, сейчас еще в Лондоне концерт, жаль, не выездной, я бы сходил. Sony сняла свои игры с продаж в Steam. Sony самая мерзотная, самая охреневшая компания, которая просто, я вот поражаюсь мразями, вот просто мрази. Вот вам просто, вот для примера, есть такая компания, как JetBrains. JetBrains. JetBrains это зарубежная компания, которая занимается разработкой достаточно узкоспециализированных, ну, для программистов продуктов, типа IDE, типа средразработки и прочее. Я вот даже заскринил, JetBrains сейчас уходит из России, и они всем своим российским пользователям написали письмо. Здравствуйте, написали JetBrains. К сожалению, мы больше не можем продавать наше программное обеспечение, бла-бла-бла. Мы понимаем, что для вас это имеет большие последствия, это происходит не по вашей вине, мы приносим вам свои извинения. Для того, чтобы вам это облегчить, вот наш уход, все действующие подписки будут автоматически продлены для 1 октября, соответственно, бесплатно, да, и куча-куча всяких бонусов, чтобы разработчики имели 7-8 месяцев, или 9 получается, перейти на другие продукты, чем-то заменить, и бла-бла-бла. И я типа такой, вот вызывает уважение. Ну, просто они такие, ну, простые люди не виноваты, да, мы уходим, да, мы следуем этим требованиям, которые от нас требуют, но мы вот это вот делаем. Вот как уходят нормальные компании? Sony, просто мразоты, оплаченные подписки, всем заблокировали, денег не дали. Казахстан это другая страна, похеру, вместе с Россией на блокировку отправитесь. Ты живешь в Германии, но у тебя аккаунт создан еще в России, все, ты заблокирован, все твои игры, за которые ты платил, пошел нахер. Деньги вернуть? Хер тебе, мы даже тебе не ответим, никакой техподдержки, ничего. Я такой типа, что вы вообще просто охреневшие? Так вдобавок ко всему, сейчас они еще в Стиме, да, в Стиме, если вдруг кто-то не знает, то можно не только в PS Plus покупать игры, но и в подписке покупать, и игры покупать, да, за очень большие деньги, на секундочку. Можно еще и в Стиме было покупать компьютерные версии этих же игр. Так вот, сейчас Sony этого не позволяет, просто ушли. И многое можно было понять, уход разных брендов из России, много чего. Это уже прямое посягательство на простых людей. Вот какие же прям вот беспринципные люди. Я в шоке. Где ваша тактичность? Где ваше вот это вот японское отношение к делу, внимание к деталям? Просто я в шоке. Я, конечно, не буду больше пользоваться продукцией Sony, несмотря на то, какой фанат я камер, несмотря на то, что я все свои деньги за последние месяцы тратил на покупки объективов G-мастеровских от Sony, потому что реально качественная продукция. Но вот из принципа я буду делать абсолютно все, чтобы Sony не получили ни копейки моих денег. Я не буду, конечно, красть их камеры или что-то такое. Я буду красть их программное обеспечение. Игры, торренты, ребята, качайте. Ни в коем случае больше им не платите. Не хотят наших денег. Ну, ладно. Я не понимаю, геймеров жалко. С одной стороны, Дока 2, где ты можешь быть этим, или тебя могут быть эти. Государство, Мизулина, которая постоянно пытается эти игры запретить. С другой стороны, еще родители. Там еще кто-то говорит, что игры, это все самое ужасное из-за игр, так еще и Sony сами берут, запрещают просто простым геймерам. Понятно, вы еще там с музыкой ушли, может быть, это гражданская позиция кого-то из музыкантов. Ну, блин, то, что вы сейчас делаете, ну, прям я очень разочарован в компании Sony. Вот уйти можно по-разному. Можно уйти красиво, а можно уйти, просто показав себя обиженкой, какой-то, знаешь, девочкой. Вот Sony себя так... Блин, я сексист, походу. Почему? Ну, типа девочкой. Мальчики тоже бывают обиженками. Они могут, там, знаешь, хлопать дверьми, психовать. Знаю, конечно, знаю. Ну, почему я говорю, как девочка тогда? Ну, короче, как обиженки. Ну, я буду обиженкой на Sony, если God of War не выйдет. Хотя вот реально уже покупать не хочется. Не, не покупай, торренты. Все, Sony только торренты. Хорошие условия для блогеров от ВКонтакте. Короче, мое предсказание полугодичной давности, получается, все-таки сбылось, хотя это было больше не предсказание. Я не говорил, что, типа, ребят, сейчас начнется военная спецоперация и ВКонтакте станет нашим единственным, собственно говоря, сервисом. Нет, я говорил, что, ребята, меня очень пугает то, что ВКонтакте так хорошо начали развиваться, то, что они изменили полностью вкладку видео, переработали ее и прочее, прочее, прочее. Я это говорил и опасения мои, к сожалению, подтвердились. Так вот, давайте немножечко прогнозов. ВКонтакте в ближайшее время вбухивают миллиарды рублей в развитие своих собственных сервисов. Они сделают VK Play, например, какой-нибудь сервис, который станет аналогом Твича для того, чтобы стримеры туда приходили, проводили прямые трансляции. ВК Клипс будут вкладывать огромные деньги, чтобы переманить блогеров из ТикТока туда. Кстати, появился недавно сервис, он называется этот Япи, полный аналог ТикТока, Рамзан Ахматович там зарегистрировался, но там, ну, несмотря на вливание денег и на рекламу обширную, там нету, ну, и Масленников прорекламировал. Но если в Япи нет аудитории, это чисто не наши проблемы, Димон. И третий момент, они, ну, музыка-то понятно у них есть, скорее всего, видеоблогерскую платформу будут тоже как-то продвигать, и они на самом деле уже начали. Знаете, что ВКонтакте сказали? У нас монетизация, с нее вы получаете 100%. Тот же самый метод, что и с Рутубом, то есть, если вы популярный блогер и приходите, то 100% с монетизацией вы будете зарабатывать. У меня вопрос, а как мне отслеживать эту монетизацию? Потому что, ну, вдруг вы меня обманете и заплатите мне 10%, ну, или вообще не заплатите, как знаменитая партнерская сеть Юла, которая оставила меня без денег. Как вы будете? Так что, скорее всего, появится еще какая-нибудь платформа от ВКонтакте, которая будет показывать нам доходы с рекламных постов и прочего. Короче, ВКонтакте планирует стать ни много ни мало нашим собственным Вичатом. Вичат это приложение в Китае, через которое китайцы осуществляют абсолютно все деньги. Там у бабушки покупаешь цветов на улице, да? Как идешь на могилу? Покупаешь у бабушки цветов и, соответственно, она тебе по QR-коду оплату принимает. И, похоже, ВКонтакте хотят стать Вичатом для России. Ну что ж, поживем и видим. Владелец Теремка рассказал, почему в России не получится создать свой Макдональдс. Михаил Гончаров, да? Ну, или, проще говоря, сударь, написал пост о том, что, ребятки, не получится-то в России у вас ничего. Я, наверное, никак не буду комментировать эту новость. Я просто напомню, а тем, кто не знает, расскажу, что Михаил Гончаров монархист. Да он, наверное, в шоке до сих пор, что капитализм смогли построить. Я, честно, не понимаю, что значит построить такую же сеть, как Макдональдс. Если мы национализируем все, то снимаешь вывеску Макдональдс, переворачиваешь букву М, приписываешь аурма и начинаешь делать там всякие бургеры, шурму и все остальное оборудование-то у тебя есть. Просто возьмите разных предпринимателей, отдайте им оборудование абсолютно бесплатно при договоре, что они будут в ближайшие там 10 лет исправно его обслуживать и все. Незачем даже заменять Макдональдс. И в принципе продукты все те же самые останутся. Макдональдс же, я не знаю, насколько это правда, но они всегда кичились в своих рекламных объявлениях, что они используют продукты именно российских фермеров там и прочее. Поэтому замените просто одно на другое, отдадут бесплатно разным предпринимателям. Не справятся. Знаете, это как будто Макдональдс это какая-то единая такая сеть, знаете, вот как вот организм единый. Нет, Макдональдс можно было по франшизе открыть, по сути. Там тебе все расписано, что и как делать. Ну твои полномочия тут, ну уж извините, Миша, все по новой. Поэтому я правда не понимаю, нет, его мнение безусловно авторитетное, я все-таки теремок не создал. Ты, кстати, любишь теремок? Я там почему-то в Питере ем. Вот почему-то в Москве я как-нибудь, может малый вот тут или мне не попадался. Но вот в Питере... Ну знаешь, чисто пошел на центральную площадь, о, Петр Первый, и зайдем-ка я в теремок. Не, у нас же прямо около клуба, где мы выступали, был теремок, и я вот там ел два раза в жизни в теремке. А я, когда работал в Ясенево, я всегда ходил в теремок, потому что у меня тогда были проблемы с самооценкой, а тут, здравствуйте, сударь, что пожелать? Я такой, ладно, давай, гречки, давай. Я не знаю, почему этот пост был таким резонансным, это же чушь. Я вас разочарую, пишет Гончаров. Все это появляется за счет десятилетия тяжелого труда. Сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров. То есть, он же говорит, что мы не можем создать Макдональдс. Но нам и не нужно создавать Макдональдс. Нам нужно прийти, сесть, нанять персонал, можно даже тот же самый оставить, и начать делать саные бургеры. Никто не говорит о создании бизнеса с нуля. Ну, понятное дело, если бы в России можно было с нуля создать Макдональдс, а не сраный теремок бы сделал. Правильно? Вы скажете, я слишком жесток Гончарову. Гончаров ненавидит Бэткомедина. Неоднократно его как бы говном поливал в Твиттере. Поскольку мы с Женей как бы не чужие люди, Гончаров, держись. Кто-то даже писал, что якобы сбылась моя мечта. Конечно же, такой мечты никогда у меня не было. Да, вот если бы Рональда Макдональдс сделали царем царской России, вот это было бы, вот это уже укладывается. Ладно, короче, на самом деле абсолютная чушь, потому что вроде бы как-то вот эта новость с уходом Макдональдс, она связана с ресторанным бизнесом, да, а вот этот чувак, у него вроде какие-то свои рестораны были, вот, поэтому, ну, его мнение очень ценно, да, факт. Надеюсь, что теперь Гончаров напишет что-нибудь ненавидическое и обо мне у себя в Фейсбуке. Ой. Ну, кстати, всегда жалко, вот когда приходишь в теремок, и там реально бабушка какая-нибудь, и она к тебе такая, что пожелаете, сударь, ты так себя, типа, неудобно чувствуешь, и она еще, знаешь, она это произносит, типа, сударь, что пожелаете, или, что пожелаете, сударь. Она так, ну, блядь, опять это говно говорит, сударь. Следующая новость, это новость. Я ее не провоцировал, я ее никак не делал, я никак ее, типа, не, короче, на украинском телевидении на канале 24 выступил журналист Фахрудин Шарафмал, и там он процитировал слова Адольфа, нет, не Гитлера, но почти, Эйхмана. Нас на Росії называют нацистами, фашистами и так далее. Я дозволю собі зацитувати слова Адольфа Эйхмана, який сказал, что для того, чтобы знищить нацию, нужно знищить, в первую очередь, детей, потому что, убивая их родителей, дети вырастут и обязательно помстятся. Убивая детей, они никогда не вырастут, и нация снигнет. Оу, типа, как-то жестко, и тут даже шутить не хочется, да? Разумеется, у меня была заготовлена шутка про то, что, ну, если ты решил убивать русских детей, я тебя не отговариваю, начни с тех мальцов, с колонкой, из которой играет, как дела, как дела. Но я даже шутить не буду эту шутку, потому что, я её заготовил, безусловно, но я сейчас такой пересмотрел этот отрывок, и что-то как-то это страшно, знаете, ну, страшно, в какой-то момент становится страшно. Ещё у меня была заготовлена шутка с Зигой, но, жестковато сейчас стало, цензурой, ребятки, потом будем, вообще даже, наверное, шутки про Гитлера пока приостановлю. Шутки про Гитлера временно прекращают свою работу на территории канала Стаса. Знаешь, кто ещё прекращал свою работу? Гончаров. Хочу сказать об одной вещи, которая меня волнует. Бывает такое, что меня узнают на улице люди, и я им грублю, но, на самом деле, они сами это провоцируют. Пожалуйста, люди, если вы видите меня на улице, не надо, пожалуйста, подбегать со спины, пока я иду в наушниках, и хлопать меня. Вы можете, может быть, как-то меня оббежать и просто пожать мне руку, если вы этого хотите, или, ну, хотя бы оббежать. Короче, когда меня хлопают со спины, я очень сильно пугаюсь, и после этого я, ну, могу немножечко грубо ответить чувак, который меня сегодня встретил, прости. Но ты меня очень сильно испугал, ну, типа, Юр, я же имею на это право, ну, типа, ты идёшься со спины, просто, он не сбоку, вот так вот подходит, просто тебе по спине вот так вот хлопает, и это как-то, ну, или просто ты слышишь, как я кашляю в соседней комнате. Я не люблю, когда люди со спины заходят, у меня прям, вот мне триггерит прям. Наверное, если и не главная новость последней недели, то точно одна из, и самая смешная, причём, на первом канале в прямом эфире произошёл недавно казус. Просто посмотрите, это показали по телевидению. Я, конечно, сам новости не смотрю, но нигде опровержение в стиле, ребятки, этого не показали по телевидению, это случилось, но мы это успели вырезать, я никогда не видел. И знаете что, меня удивляет на самом деле то, что там нет логотипа первого канала. То есть, я это к тому, что когда это только начало вируситься, я подумал, что это фейк, но похоже нет, это происходит на самом деле. И я просто в шоке от того, что это показали по телевидению. Неужели они не могли заранее это вырезать? Неужели новости на самом деле делаются в прямом эфире? Неужели они не могли как-то вот-вот? Я просто не понимаю, это такая жопа. Мы требуем. Мы требуем. Я серьёзно не понимаю, как такое возможно. Вот вы скажете, Стас, ну они, чтобы быстрее, чтобы время на монтаж не тратить, они всё это делают в прямом эфире. Я такой, окей, но как вы мне объясните, знаете что, я в декабре ездил в Тинькофф, у них проходил розыгрыш, розыгрыш тоже в прямом эфире проходил. И пока все звёзды сидели там по своим гримеркам, там всякие стендап-комики, по-моему, были, ещё кто-то, я начал ходить и докапывать, короче, людей, которые занимаются продакшном. Мне кажется, замечательную будку начал, а как вот это, а как то, как у вас всё подсоединено, короче, я их доканывал. И я смотрю несколько атомосов, я такой, ребят, а зачем вот это вот они говорят? Это для того, чтобы если какой-то казус неприятный в прямом эфире произойдёт, да, мы трансляцию получаем на несколько минут раньше, чем она появляется в сети. То есть это нужно как раз-таки на такие случаи. Я не понимаю, либо это просто произошло и это успели вырезать с эфира и слили в интернет, и оно завирусилось, что, на мой взгляд, минимум непрофессионально, потому что привлекли внимания, это опять же используется зарубежными СМИ, либо, если это произошло в прямом эфире, я, конечно, знал, что Эрнст, как и вся команда, которая там работает, не самые талантливые люди, хотя ребята, которые делают вечерний урган, вроде бы неплохие, но миллиардные финансирования получал Первый канал. Они миллионы долларов получали для того, чтобы вещать. И они при этом не могут вещать на уровне, который является минимальной необходимостью для любого маломальски уважающего себя продакшна. Господи, да продакшн Тинькова по сравнению с этими. Опять же, это не то, чтобы реклама банка. У нас, как вы понимаете, в силу непонимания сейчас того, что происходит в принципе, контракт приостановлен. Я просто не понимаю, как такое возможно. То, что женщина там выбежала, я не буду никак там ее ругать или оправдывать. У нее такая позиция, она имела возможность как-то достучаться и привлечь внимание. Слава богу. Могу лишь сказать, что, обратите внимание, вы рассказываете, какая у нас ужасная мордорская власть, но тем не менее, обошлась всего лишь штрафом в 30 тысяч рублей и отпустили. Хотя либералы, как всегда, кричали, что ее посадят, убьют и Путин будет петь кровь ее мертвых детей. Впрочем, за этим ей стоит обратиться на 24 канал Украины. Но не могу еще, конечно, не отметить профессионализм. Андреевой просто ни одним мускулом не повела. Так, да, у нас такое каждый день происходит. То Эрнст убегает с табличкой Путин дай денег на очередной фильм. А может быть, первый канал это специально сделал, потому что им отказали в финансировании. Короче, в любом случае, история достаточно загадочная, но какой подарок для зарубежной пропаганды и обсуждений в Твиттере, согласитесь? Меня интересует, типа, там же достаточно большой ватман, я не знаю формата, А3, А2. Ладно, там на охране она могла его не разворачивать, сказал, ну, это там реквизит для чего-нибудь. Но там наверняка ватман уже все время так скручивается. Меня смущает, что нет логотипа первого канала, куда он делся, то есть у меня ощущение, что этого в эфире на самом... Это мои домыслы, у меня ощущение, что этого на самом деле в эфире не было, это первый момент. Второе, но это выглядит реально как постанова, действительно, ее никто, типа, не остановил, она с этим ватманом выбежала, ее никто, типа, не успел остановить, но это как-то очень странно. Кроме того, что на первом канале совсем дебилы работают, у вас конфликт с Украиной, ну, давайте мы возьмем на Fox News, ну, скажем, иранца, да, в разгар конфликта, пусть он там поработает, иранец, ну, а что может произойти? Я не знаю, я считаю, первый канал, это просто, я считаю, что это просто саботаж, я считаю, что из-за того, что им не выделили денег, да, они же все годы хайпили на бабках, да, государственных, только за счет государственных денег существовали, причем меня больше всего поражает Эрнст, я возмущен, я в принципе возмущен тем, что такой человек, как Эрнст, имеет наглость в интервью, я потому что, ну, я раньше был поклонником Эрнста, честно признаюсь, я короче смотрел все его интервью, он там рассказывает про Атлантов, про прибыли, про то, как он там все это, но они вообще убыточны, все его проекты, что Викинг он сколько лет снимал, ни хрена он не принес, что вот это меня поражает, и мне кажется, что это просто саботаж от Эрнста, который пытается сейчас примкнуть каким-нибудь силам или еще что-нибудь сделать, может быть он сейчас, знаешь, типа договорился там с кем-нибудь, вот я такое устрою, а вы мне дайте политическое убежище или еще что-нибудь, я не знаю, это мои домыслы, я ни в чем не обвиняю, но я считаю, что это просто подарок, вот такая вот штука, что на главном телеканале страны осталось только в Кремль лично с Путиным с таким плакатом сняться, дальше уже вот только это. Украинский ведущий 24-го канала Фахрудин Шарафмал, который в прямом эфире сообщил о смерти друга военника и призвал убивать русских детей, извинился. Знаете, вот из всего русского языка к этим извинениям я не смогу применить более удачного извинения слова, чем слово усугубить. Я прошу прощения, потому что это было недопустимо с точки зрения журналистов и с точки зрения человеческой. Украинцы, это же не такие нелюди, как россияне. Я не знаю, и они это как бы опубликовали, то есть это официально, вот, ну, серьезно, я не хочу переходить там на национальность и прочее, но вот я серьезно сейчас должен кричать, вот это вот, выбегать на митинги по их мнению, то есть они мне должны говорить, что я нелюдь и не человек, а я должен бежать, жопу подставлять, получать дубинку по башке от ОМОНовца, просто потому, что это хоть ничего и не решает, но они требуют, чтобы я их защищал. Слушайте, ну, я не знаю. Почему дети не вышли-то на митинги, вообще никак не отреагировали, вот поэтому и убивать. Росграмм вместо Инстаграма. В России запускают новую соцсеть. Это запорсилось, потому что сайт выглядит убого, идея выглядит убого, да и будем, как бы, честное название, тоже так себе. Это я вам, как создатель видеоблога, ай, как просто говорю. Нет, это притча о Боге на войне. Нет, на самом деле, мне кажется, это даже не государственная никакая инициатива, потому что, давайте будем честны, даже для нашего государства название Росграмм это слишком охрененная идея. У них есть япи, ребятки. У них есть япи. Если что, готов извиниться. Поэтому я думаю, это какая-то частная инициатива, чувак такой, оп, сайтик сделал, оп, через месяц выпущу. Действительно, отличное импортозамещение, когда мы перед блокировкой Инстаграм, только через два дня после того, как он уже был заблокирован, решили выпустить полное замещение, полную альтернативу. Я говорю, это просто какой-то чел сделал этот Росграмм, а государство не имеет никакого отношения, потому что, я повторюсь, япи. Но это не просто чел, он говорит, что он однокурсник этого дурова. Дурова, не знаю. Ну и что? А я вот, допустим, знаю женщину, которая уборщицей была в институте, где Дуров учился. Ну и что теперь? Она сделает клининг-компанию, что ли, свою? Ты же сам Дуров не стал делать российские аналоги, чего ты? Он такой, все, ладно, пацаны, дальше без меня. Я теперь международные штуки делаю. Я, кстати, между прочим, человек, которому Павел Дуров один раз написал даже в Телеграм, я считаю, это веский повод для того, чтобы подписаться на мой канал. Нет, я считаю, лучший повод подписаться на мой канал это то, что заблокирует YouTube через несколько дней. Пожалуйста, давайте сделаем 2 миллиона подписчиков к моменту его блокировки. На самом деле, ситуация с Росграмом, она замечательно показывает то, как распространяется информация. Если вы только недавно на меня подписались, то вы, скорее всего, не знаете, кто такой Бека Пратов. Это обычный школьник, по-моему, из Казахстана, извини, Бека, если ты это смотришь, и я забыл, то ли из Казахстана, то ли из Киргизии. Суть в том, что он вкидывал разные фейки, причем сделанные на коленке за 5 минут фейки со всякими намеками на то, что его информация на самом деле фейк. То есть, он делает какое-то новое изображение и говорит, что это изображение нового айфона там 15, условно говоря, и оставляет в самом изображении подсказку, что это на самом деле фейк, но при этом скидывает всяким видеоблогерам. В том числе и мне, и многие из видеоблогеров на этот фейк ведутся. К моей чести, я ни разу не повелся на фейкбеке. Каждый раз я либо опровергал, либо ставил под сомнение эту информацию, но просто доносил до общественности. А вот Андрей Ковтун, 3D News, AXBT и прочие... А, нет, 3D News нет. AXBT велись постоянно на его фейки. И тогда вот, вот эти вот выпуски, когда ты видишь природу фейка, ты начинаешь понимать, как все это работает. А теперь представьте, что у вас монополия на информацию. Я это говорю к тому, что сейчас происходит в Европе. Там вообще полностью перекрыт информационный фон. Вот у нас, конечно же, пропаганда использовала нападения на Ирак, на Иран, Сирию и прочие вещи в своей как бы повестке. Но как-то вот ты хоть один раз наталкивался на репортаж об этом там по телевидению и прочее. Но это как-то мимо пропадало даже в самый разгар событий, да, даже несмотря на то, что в те времена, когда это происходило, я еще смотрел телевизор, он у меня всегда фоном играл либо на работе, либо в тех местах, куда я заходил, там к девушке заходишь на пару палок чая, а ее мама там телевизор смотрит, даже не замечает, что ты как бы ее уже ее... Нет, ладно, меня юмор иногда не туда ведет. Короче, не было такого резонанса. В Европе же сейчас нет абсолютно никаких других тем, кроме нападения Путина на Украину. И в дополнение к этому Байден рассказывает о том, что снимаете, что именно из этого нападения, что Путин лично виноват в том, что у вас цены на газ. И после того, как вот этот вот сенатор Грэм в прямом эфире призвал убить Путина, да, я, кстати, там в предыдущем выпуске сказал, что он напрямую не призывал, а просто намекнул, нет, он на самом деле призвал, просто он это сделал используя персонажа. Неужели не найдется такое имя персонажа? Это персонаж, который как раз таки убивал президента там по сюжету фильма. Я просто не знал, потому что я этот фильм не смотрел. И проблема европейцев в том, что они даже не в курсе всей истории на Донбассе. То есть они не в курсе всей предыстории. Для них Путин просто в один момент времени сошел с ума и решил напасть на дружественную страну, которая маленькая, которая все для него делала. То есть они даже не знают, что там 8 лет была война гражданская. И они даже не знают об этом в моменты, когда им показывают это. Я вставлял отрывок в свой ролик «Шокирующая правда России и Украине». Там журналистка, которая на протяжении многих лет для французского издания снимала новость с хроникой этой гражданской войны. То есть вы хотите сказать, что это внутри Украины было? То есть вы хотите сказать, что вот эти вот кадры они были до этого? И она такая да-да-да-да-да-да и все, и пропало извещание. То есть им правда не нужна, они используют информационную повестку чисто в своих целях. Опять же, я не хочу огораживать, мол, мы такие хорошие, бедные, несчастные. Мы бы точно так же делали, но вы посмотрите, они даже с первым каналом страны не могут совладать. Честно скажу, все российские пропагандисты тупые, но они не умеют работать, они ничего не понимают в технологиях, они вообще ни в чем ничего не понимают. Это первый вариант. Второй вариант, что они предатели. Почему, допустим, у нас на протяжении последних семи или восьми лет не произошло импортозамещение? Потому что в Минпромторге либо тупые, либо предатели, которые делают эту бальную систему, про которую я снимал, почему за все эти годы не создана аналога Ютуба и прочим сервисам? Потому что либо тупые не хотели, не знали, не умели, либо предатели специально, целенаправленно не давали чему-то у нас появиться. Я серьезно. Повторюсь, без альтернативности Ютуба и всех остальных сервисов я считаю не меньшим злом, чем база НАТО, которая располагалась бы прямо на территории нашей страны. Хорошо? Я буду каждый раз уточнять такие вещи. Я считаю, что будь бы мы в наше государство на месте Америки мы бы поступали точно так же. Но в силу того, что все самые лучшие кадры они как бы утекли на запад, у нас остались только Константин, Эрнст и Ко. Недавно я даже читал о том, как в одной испанской школе испанской школе показывали фильм об ужасном Владимире Путине. О злом Владимире Путине, который напал на маленькую страну, которая вообще там пыталась к Европе присоединиться. А есть вот такой замечательный психолог Жан-Пьер Винтер. И знаете, что он сделал? Выпустил анализ в котором назвал его сумасшедшим тираном и психопатом, который сейчас начинает просто уничтожать людей просто потому, что он сошел с ума. А 4 марта вообще Москву обвинили в терроризме. Люди в Штатах, в Европе, знаете, чего сейчас больше всего боятся? Они боятся ядерного взрыва, который будет вызван тем, что российские солдаты, которые усилили атаку, обстреляли чернобыльский реактор. Ту ложь, ты видел эту ложь, которую вкинул Зеленский? Люди теперь нас боятся, потому что мы все, вот есть Путин, да, это такой жесткий властный барон Харканин, а мы все его безвольные отрады, которые там за ним следуют, и это тотальнейшее усиление антироссийской пропаганды. Они призывают нас убивать, они призывают ненавидеть нас всеми фибрами души, каждого русского человека. Да даже убийство наших детей для них вроде как нормально уже стало. Но во всяком случае говорят они об этом. Призвать Путина убить, это тоже для них нормально. И в свете этих событий, ты, зритель, вот лично ты видел практически все это, видел отмену русских, ненависть лично к Путину, то, как его в одночасье просто из-за фигуры достаточно противоречивой и жесткой превратили в монстра, так что его ненавидит вся планета. И вот сейчас, когда ты воочию увидел, как переписывается история, которую мы потом будем изучать, или будут изучать дети, которые будут после нас в других странах, а может быть и в нашей стране, тут еще непонятно, какой оборот сделать вся эта история. Вот просто ответь мне сейчас на один вопрос. Ты, видя, как с помощью доминирования на информационном пространстве США сделали из Путина такого монстра, веришь до сих пор в 40 миллионов доносов и в миллиарды репрессированных людей? Веришь в Сталина, который поедал детей? Или в Лаврентия Берию, который топил и убивал детей, и потом их, собственно говоря, в ванне серной кислоте растворял? Ты до сих пор в это веришь? Вот мне интересно, многие люди просто поумнеют и поймут, как клепается эта информация, все эти фейки. Я этот вопрос вам задать хочу. Вы до сих пор во все вот это вот верите? Или все-таки рано или поздно большинство наших с вами сограждан признают очевидный факт? Ну или хотя бы попытаются его чуть-чуть признать, что у США и у Европы есть определенная монополия на информацию? Есть определенные правки в наши учебники, которые они вносили, а им все позволяли, потому что наши все строили светлую демократию. И не надо думать, что я сейчас это воспринимаю как противоборство хорошей России против плохого США. Нет, я воспринимаю это как пришедшее к российской власти понимание, что Боливард не выдержит двоих. Понятно это? Нет, я не знаю, что такое. Ксюму стыду. Вот он фанат советского кино. Ну а тем же, кто смотрит мои видео из Европы, например, из Парижа, таких немного, 1% аудитории, я хочу сказать, знаете, что та акция, в которой многие сейчас принимают участие, выключите свет. Знаешь же, сейчас в Париже после 7 вечера они выключают свет, чтобы показать Путину, что они обойдутся без его газа и без его энергии. Знаете, что если вы это делаете, я вас никогда не осужу, потому что всем русским, которые сейчас живут в других странах, я серьезно считаю, нацепляйте украинские флаги, если вы даже их не поддерживаете, вот это вот остервенение, подстраивайтесь, потому что если вы не будете в данном случае приспосабливаться, вас уничтожат. Я, например, вас за это не осужу, потому что я считаю, что надо быть последним разем, чтобы от русских людей, которые сейчас живут за границей, даже если они знают всю ситуацию, например, там поддерживают Путина, требовать от них, чтобы они публично высказывали свою позицию, их уничтожат просто, причем, возможно, даже физически, и детей, которые в школах, поэтому, сограждане, мы с вами морально можете отрекаться, говорить что угодно, я бы на вашем месте сделал точно так же, потому что и жить в обществе, и быть свободным от общества попросту невозможно. На Украине 24 появилась бегущая строка с призывом Зеленского к украинским военным сложить оружие. Ну, очевидно, что кто-то просто взломал канал и решил подобное сообщение. Я вообще заметил, что сейчас хакеры очень сильно активизировались, мне там писали, сливали некую информацию про неких личностей, причем, я общался с людьми, когда еще, прикинь, люди взломали несколько очень известных видеоблогеров, я тебе за кадром скажу, ты их всех знаешь, да? Ну и, короче, пишут, мне говорят, вот такие-то переписки, я такой, ну и что там, ну то, что они с государством работали, а сейчас, типа, кричат, нет войны, я говорю, охренеть, типа, как будто я этого не знал, мне для этого даже переписки не нужны были. Ну, короче, мы с хакерами просто, там, разговорились, и он говорит, слушай, такая фигня, не понимаю, почему, типа, у нас вообще нет каких-то вот киберотрядов, да, потому что мы вот сидим, всем этим занимаемся, просто потому что бомбит за то, что сейчас с Россией в информационном потоке происходит, да, и что эти мрази на нас повылазили. А само государство, говорит, там вообще, типа, ничего не делает, ждет от граждан, как бы, ну, так сказать, осознанности, что мы сами начнем все делать. Но в то время, как блогерам нормальных за защиту страны платят, мы как бы тут бесплатно работаем. Я такой, блин, ну молодцы парни. Данила Поперечный заявил, что уехал из России. На самом деле, да, не уехал, но обещал вернуться, я посмотрел его видео, мне оно очень понравилось, особенно начало, вот прям вот знаете, мне кажется, вот очень креативно, прям придумано, очень качественно, ну, в общем, Даня всегда отличался тем, что придумывает, ну, очень хорошо придумывает. Мне очень нравится, как он придумывает, он вообще, вот у него занятие постоянное думать. А вот ролик его мне не понравился. Знаете почему? Потому что Даня говорит, я уехал из России, потому что мне страшно, из-за того, что я выступил против военной спецоперации в Украине, и мне страшно, я как бы не выйду на митинг. И потому что я понял, что митинги ничего не меняют. То есть, Даня, получается, все последние пять лет, когда ты звал всех на митинги и выходил, зазывал людей под дубинки ОМОНа, да, за Навального ты там выходил, и люди выходили за тобой, ходил ты там все важный, потом еще выступал с трибуны. Получается, что это яйца выйденного не стоит? Получается, ты сам говоришь, что это полная херня, и ты подставлял людей? Я считаю, достаточно, как бы смело или глупо. Учитывая, что это поперечный, тупой, да. Но надеялся, что это сработает, видимо, только пять лет нужно, чтобы понять, что ничего не сделает. Не, просто вот он выводил реально под дубинки ОМОНа людей, а как появилась вероятность, ну, чего-то серьезного, что ему реально может. То есть, когда от него понадобились реальные действия, он такой, ой, вы знаете, там за мной следят. Хорошо, Даня, ты говоришь, что около твоего подъезда начали появляться странные люди. Типа, государство начинает тебя обрабатывать, и при этом государство выпускает тебя в Турцию из страны. Я не знаю, там у нас органами, что ли, типа ФСБ Константин Эднс теперь ведает, да? Серьезно, слушайте, меня вот, я вот честно скажу, я вот немножечко, тем более монетизации нет, материться можно. Даня, меня ваши истории доебали уже. Одни там Вашингтон-Пост рассказывают, что представитель Гугл в России, глава Гугл в России, потому что ему угрожало российское государство, доказательств нет никаких, но вы верьте, он скрывался под вымышленным именем. В российском отеле, ну, перепутали, да, с гостиницей в США, где можно на любое имя зарезервировать, ну, подумаешь, да? Даню люди преследовали, посадить его, возможно, собирались, может быть, но при этом выпустили из страны, при этом уехал он свободно. Знаете, как это работает? У страха глаза велики, не зря так говорят. Даня увидел каких-то людей, которые ему показались похожи на ФСБ. Даня, может быть, хватит употреблять наркотики, да? Твоя любовь к травке, она как бы известна абсолютно всему блогерскому комьюнити, но вот если ты говоришь, что тебя кто-то преследует, вот эта у него тоже фраза была, органы мной интересуются, типа, что они не могут к тебе прийти, они не знают, где ты живешь, не могут тебя вычислить или что? Слушайте, у меня вот эти вот страдальцы уже, жертвы режима, просто у нас только одна жертва режима, это Навальный, вот его, да, несправедливо посадили и прочее, вы же только истории рассказываете. У меня иногда ощущение, что вы просто все время провоцировали, провоцировали власть, мол, если что-то случится и вас как-то там закроют даже на какое-то время или хотя бы, в принципе, на домашний арест, это же можно рассказать, какой я борец системы, какой я оппозиционер, но ты не Ленин, который годами в ссылках пребывал, да, и который вынужден был бежать в Германию, ты просто ребенок, который зарабатывал на власти, когда она платила, а потом начал хаять, когда власть платить перестала, и еще сильнее начал хаять, когда понял, что это приносит деньги и твои оппозиционные концерты, точнее, билеты на них, продаются намного лучше, а теперь ты внезапно понял, что те действия, к которым ты на протяжении всех последних лет призывал людей, они как бы чреваты последствиями, что государство будет наказывать тебя за то, что ты можешь уже реальные проблемы мусотворить в тот момент, когда ему эти проблемы не нужны, и ты убежал, ты убежал, ты просто убежал, ты сказал, все, я умываю руки, так я тебя не осуждаю, я бы на твоем месте с твоей позицией, если, конечно, и она не вымысел и фантазии, я бы тоже убежал, я бы точно так же сделал, но что же получается, ты сейчас поверил, что реально может что-то произойти, а до этого, когда призывал людей, когда строил из себя борца с системой, ты понимал, что это просто игра на публику и государство тебя прижимать не будет, понимал ты все это, так чего же стоят твои слова, чего же стоят сейчас твои переживания, запереживал он, занервничал за людей, и заметь, я даже не использовал, вот это только нет, прям 8 лет, меня просто поражает, Даня, что тебе не стыдно все эти годы строить из себя героя, а когда от тебя понадобились реальные действия, он говорит, ну и что, если меня посадят в тюрьму, это же ничего не изменит, то есть, он что, идиот, он реально, выходя вот на эти, он думал, что сейчас они выйдут на митинг, Навального отпустят, он годами выходил на митинг, ни один из них не возымел эффекта, но он думал, что вот в этот раз, а сейчас, когда реально уже терки начались, когда реально начали людей притягивать, да, ты такой, типа, понятно, Дань, так и победим, ну, известный факт, Ленин, он тоже сперва ссался, я, конечно, поражаюсь с этой благосферой, Соболев тут, начал высказываться, вы представляете себе, у нас в мире сейчас процветает оказывается русофобия, но это Николай Соболев говорит, который снимал десятки видеороликов о том, что русские как нация, понимаете, мы любим жить в говне, мы русня, мы привыкли к говну, мы какие-то не такие, я разбирал эти видеоролики, а сейчас они все внезапно, что, ребятки, подул ветер, и ваши флюгеры хотят переменить направление, так я и не позволю, у меня все скачано, у меня все записано, и каждый раз, когда вы, сучары, теперь будете подстраиваться под российскую повесточку, и кричать о том, что люди, посмотрите, там процветает русофобия, я буду включать людям отрывки, и напоминать о том, как вы все для расцвета этой русофобии сделали, не потому, что вы плохие люди, потому, что вы продукт того времени, в который вы рождены, потому, что вы продукт зарубежной культуры, которая внезапно взяла, и подобно тому, как Нео отключили от Матрицы, отключила нас от своей гегемонии, и тут вы внезапно начали прозревать, но нет, ну или я буду говорить за себя, мне, честно говоря, плевать, тупой вы или предатель, если вы делаете действия, которые заставляют думать об одном или о другом, уже без разницы, вы не имеете права говорить публично, вы можете говорить, что угодно, но я надеюсь, что найдутся люди, которые позволят разобрать, да, что вы просто зарабатываете бабки, что вы лжецы, что вы реально-то ничего не думаете, русофобия, там фашизм, да какая разница, главное, чтобы деньги платили, вот будут завтра все убивать Путина пытаться, я тоже с пистолетиком выйду, покажу, да, скажу, что я вроде как с вами, но главное, чтобы за это платили, главное, чтобы деньги на карту прилетали, а по факту сейчас, я вам скажу, что будет, ребят, сейчас, из-за всей этой русофобии, русские внезапно потихоньку начинают объединяться, я никогда не видел, чтобы все вокруг поддерживали Путина, я даже по себе вижу, что типа весь остальной мир совсем охренел и почувствовал свою безнаказанность, и знаете, что будет сейчас, моя-то позиция не изменилась глобально, то есть, если я раньше говорил, что Путин убивает образование и прочее, то я тоже самое говорю и сейчас, я не говорю, что Путин прав, я говорю, что весь остальной мир просто совсем охренел и захлебается в своей собственной безнаказанности по моим надеждам, но в целом, я не отрицаю, что мы бы на их месте делали бы абсолютно все то же самое, госкорпорация одна могла бы замениться на госкорпорацию другую, да, Apple и Google, Apple делает те вещи, которые может, потому что она Apple, она уже богаче всех, она уже нужнее всем, как и Google, а Google, она как бы, Apple платит, чтобы оставаться поиском по умолчанию, но пытается составить какую-то конкуренцию, но по факту уже даже не старается, просто зарабатывает деньги с тех, кто пользуется их сервисами, думая, что делает это бесплатно, а по факту продаются все его данные, то же самое и с Россией и Америкой, я не вижу большой разницы между ними и Apple с Google, и я к этому отношусь уже нормально, не потому что считаю это правильным, хорошим или плохим, я вообще не оперирую такими понятиями, я отношусь к этому нормально, потому что это вправду нормально, это данность, это норма вещей, с которой мы привыкли жить, но когда я вижу приспособленцев, людей без взглядов, я прекрасно понимаю, что я просто боюсь их, потому что по мановению денежного перевода, они из патриотов превратятся в фашистов и будут стрелять мне в спину, потому что по мановению другого, они превратятся из фашистов в патриотов, и будут петь дефирамбы, и нарисуют еще пару сезонов мультиков для нашего главнокомандующего, я не осуждаю людей, которые поддерживают Путина, так же, как и тех, которые его ненавидят, я уважаю их мнение, потому что оно имеет право на жизнь, если оно бесплатно, они ему за него платили, я вас ненавижу флюгеры, вот я ненавижу, завтра вы станете патриотами, но интернет все помнит, на любом сервисе, на который мы бы не отправились, поверьте, интернет ваших высказываний и вашей пропаганды, которой вы занимались годами, не забудет, во всяком случае, пока я жив, На сегодня это все, пока!